Дорогие друзья! Как известно, наш родной Санкт-Петербург – это город морской, множество рек и озёр окружает его регион. И вот сегодня мы вам расскажем народную легенду про воду солёную и пресную, и про то, как же были приручены наши Невские Петербургские наводнения. Итак, слушайте и смотрите сказку о Ладожском озере и Балтийском море. Из книги, выпущенной Фондом содействия развития детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги» при поддержке электроэнергетической компании «Русгидро» – «Царица вода». Сказки, стихи и легенды о реках, морях и озёрах России. Жили-были два водоёма – Ладожское озеро и Балтийское море. Они приходились друг к другу родственницами. Обе образовались из одного ледника, когда тот растаял после завершения ледникового периода. Вот только потом их пути разошлись. Ладогу от моря отделил сухопутный перешейк, а Балтика, наоборот, соединилась с Атлантическим океаном. Вот и получилось так, что в Ладоге вода осталась пресной, а Балтика сделалась подсоленной. «Какая-то ты престая!» – частенько укоряла Балтика свою соседку Ладогу. «Нет в тебе соли!» «Да!» – отвечала Ладога. «Вода на дне совершенно чистая, без малейших минеральных примесей, практически ледниковая. А ты, соседка, похожа теперь не на приличный водоём, а на муху. Соль с рыбой уже положили, осталось лука с лавровым листом добавить. Так они переругивались, как бывает иногда между соседками. Но до прямой ссоры так и не доходило. Соседок надёжно разделял карельский перешейк. Однако в природе ничего неизменного не бывает. Уровень Ладоги всё время колебался, то становился выше, то ниже. Но в среднем этот уровень всё-таки понемножку повышался, потому что в Ладожское озеро впадало множество рек. И не вытекало ни одной. Конечно, солнце что-то там испаряло, и в окружающей почвы вода просачивалась. Но приток воды был всё-таки сильно больше. И, наконец, Ладога решила, что пора ей заводить дочку. Речку Неву, через которую лишняя вода потечёт в океан. А заодно и ладожские тюлени, которые оказались заперты в озере, смогут навестить своих родственников в Арктике. И вот, когда уровень Ладоги был особенно высок, её воды хлынули тьм речку Мгу. До этого впадавшую в озеро затопили всю её долину и прорвали перешейк между Мгой и рекой Тосной, которая текла в Балтику. И чистая ладожская вода устремилась мощным потоком в море. Для Балтики такие события оказались полной неожиданностью. Конечно, она и раньше была пресноватой в сравнении с ближайшим Северным морем и тем более океаном. Слишком много осталось в ней ледниковой воды. Да, и европейские реки постоянно Балтику опресняли. Но ни одна из этих рек не могла сравниться с Невой по количеству самой пресной в мире воды. Ужас возмущал из Балтика. Катастрофа! Скоро я стану совсем пресной. А дистиллированная вода, между прочим, вредна для всего живого. Без соли нарушаются обменные процессы в организмах. Без кальция крошатся зубы. Бедные обитатели моих вод и берегов, Ладога и Нева намереваются убить вас. Возмущением Балтики тут же поспешили воспользоваться ее соленые соседи. Атлантика давно мечтала засолить Балтику, чтобы разводить там свою атлантическую селедку. И вообще, чем больше на свете морей, тем больше мировой океан. А если море не соленое, то это и не море вовсе. Не волнуйся, соседка! Обратилась к Балтике. Северное море. Мы поможем тебе и положим конец этому беззаконию. Есть у меня один хороший знакомый. Западный ветер. Глупая Нева течет с востока на запад. А как ветер вест подует с запада на восток, так вся вода обратно в Ладогу и потечет. Балтика, конечно, обрадовалась этой идеей и пообещала сделаться такой же соленой, как Атлантический океан, если ветер ей поможет. Я даже, — говорила Балтика, — согласно разводить себе в два раза больше сельди. Только бы спастись от этого опреснения. Вскоре северному морю удалось договориться с западным ветром. Хорошенько разогнавшись, крепкий вест со всего маху столкнулся с полноводной Невой в самом ее устье. Но Нева, несмотря на молодость, была мощной рекой. Она сопротивлялась ветру изо всех сил. И Ладога тоже направляла на подмогу дочери все новые и новые потоки воды. Однако и ветер вест не сдавался. Ветер толкал воду на восток, а Нева упорно продолжала нести их на запад. В результате в Невском устье образовалась водяная гора, которая все росла. И росла, пока не разлилась, наконец, по окрестным низовестям. Произошло первое в истории Невское наводнение. Неводнение вовсе бы затопило Петербург. Если бы Петр Первый преждевременно оставал бы его, хорошо, что до рождения Петра оставалось еще около четырех тысяч лет. И пострадали только животные и растениями. Но их Неве тоже было жалко. Она пришла в ужас, увидев, что натворила, и слегка умерила свой напор. Западный ветер, который дул уже из последних сил, принял минутную слабость Невы из-за ее поражения и быстренько скрылся в тумане. А Нева, немного схлынув, опять понесла свои воды в Балтику. Но ветер не может дуть все время с постоянной силой. Ветер вообще существо не постоянное. А стоило ему немного ослабить хватку, Нева вырвалась на свободу и несла потоки пресной воды в Балтику. Так и продолжалось из века в век. То Балтика, стремясь стать такой же соленой, как другие моря, вызывала на подмогу западный ветер. И тогда начиналось очередное наводнение. А то, наоборот, ладо-косневой уговаривали Балтику вернуться к ледниковой чистоте. И наводнение прекращалось. Конец этому историческому спору положили строители и инженеры, которые построили поперек Невской губы в бетонную дамбу для защиты Петербурга от наводнений. Западному ветру стало теперь гораздо труднее нагонять волну. Навстречу Неве эти нагонные волны расшивались о дамбу в лепешку. С другой стороны, и Нева уже не чувствовала себя так свободно, как раньше. Выходить в море удавалось лишь через узкие проходы в дамбе. Зато наводнения прекратились и наступило перемирие. В войне Невы с западным ветром. Хотя ветер вест надежды на свою победу не оставляет, иной раз месяца не дует в Невском крае. Но пока без особого успеха. Вот и конец нашей сказки. А вам желаю прекрасной погоды, чистой Невы, ясного солнца, теплых дождей петербургских, приятного ветра в нашем замечательном городе на реке Неве, у Ладожского озера и Балтийского моря. Всем пока! До новых встреч в нашей сказочной стране! Субтитры создавал DimaTorzok